Всем привет, с вами Тед. И у меня на канале вы можете посмотреть обзоры и прохождения на классные RPG и стратегии. Ну и естественно я не мог пройти мимо Baldur's Gate 3. В Steam ее можно приобрести за 30 долларов. Давайте посмотрим, что это за игра. И вот собственно мой обзор. Ваши лайки и комменты, конечно же, помогают развиваться каналу. Так что большое вам всем спасибо. Ну а поехали смотреть, что за игра. Сразу же нас предупреждает, что это ранний доступ. То есть игра, конечно, за 30 долларов, но тут еще баги, баги, баги. Так что готовьтесь, что игра не до конца выпущена и ее будут допиливать. Серия Baldur's Gate, конечно, легендарная просто. Просто легендарнейшая серия игр. Крутейшие RPG, причем все игры у них были разные достаточно. То есть это не была одна и та же механика, это не Diablo. Здесь были и слэшер RPG, и пошаговые RPG. Ну то есть очень интересно посмотреть, что будет из себя представлять эта третья часть. Кат-сцены, знаете, очень качественные. Ну, не стыдно за это отвалить 30 баксов все-таки. Видно, что игра ААА, реально топовая игруха. Надеюсь, старались, делали очень качественные. В общем, Ктулху пытается поселить Личинуса внутрь орка. Личинус выбирает глаз и, собственно, отлично влазит. Пока что никаких больше загвоздок сюжета у нас нет. И вот я понимаю, Ктулху Личинуса отправляет прямо в нас. Восьмое эпично было бы в 3D очках это посмотреть. Ох, создание персонажа! Шикардос, честно. Ребята сразу там говорили, что это будет игруха в стиле каких-то не консольных, а настольных RPG. То есть тут будет всякие куча стат и будет кубик рандома, что это нега-фишка. На самом деле это прикольно. Очень круто. Я прям сразу глаза разбегаются, на самом деле, от всех вот этих штук. Сейчас я их изучу. Прям сразу, собственно, вы узнаете, что здесь что. В принципе, сознание персонажа супер шикарное. Оно очень расширенное. И я скажу так, оно еще не полностью запилено. К примеру, вот мы можем выбрать пол, но мы не можем выбрать происхождение, как я понимаю, или что это такое. Вот. Нужно выбрать имя и выбрать происхождение. Мы выбираем, у нас меняется умение. Умение. Ну, надо выбрать что-то, где есть какая-то акробатика. Вот пойдет, к примеру, будем... Или преступник. Скрытность. Да, давайте скрытного делать персонажа. Так, радует, что расы доступны все. У нас есть эльф, тифлинг, это нечто такое демоническое. Дрова, это что-то типа темного эльфа, как я понимаю. Полурослик, ну, понятно, кто, да. Полуэльф, это типа человека эльф, как я понимаю. Дварф, это толстый полурослик. Орки тут называются, китьянки. Ну, есть, конечно же, человек. Человек, это неплохо. Да, ну, мы, скорее всего, выберем дров, дров возьмем. То, эпично, здесь выбирая расу, вы можете иметь абсолютно разные какие-то статистики. К примеру, вот на полурослика особо у нас нету вариантов, да. То есть мы выбираем только под расу полурослика, которая отвечает уже за наш конечный класс и прочие все вещи. Хотя за класс, скорее всего, дальше мы выбирать будем. Но, при этом, выбирая полуэльфа, мы можем сами раскидать статистики. То есть у нас есть статы, которые мы сами раскидываем. Такого нету за другую расу. Это очень прикольно. Вот дрова, у него какие-то уже фокусы сразу есть, опять же, в зависимости от подрасы. Вот, и эльфы, опять же, фокусы мы выбираем. Очень глубокий редактор персонажа. Очень странный пункт создания персонажа, потому что я лазил в создание уже где-то полчаса. Сделал такую беля лишь, в общем. И, нажав стрелочку, мне спрашивают, о ком вы мечтаете ночью? Или что-то такое? Конечно, это для каких-то квестов понадобится. Ну, честно, создание персонажа занимает полчасика. Вот если полазить, это реально интересно. Мы уже с созданием персонажа продумываем дальше линейку развития нашего персонажа. Будет ли он какой-то маг или не маг? Какие у него способности будут? И каждой способности всегда приписывается обязательно, насколько будет влиять кубик на ваши действия, ваши способности. Как я понимаю, кубик здесь будет чуть ли не основная часть игры. Управление весьма понятное. Крутим экран, двигаемся, кликом. В принципе, в этом месте после катастрофы находимся. И я думаю, сходя сюда, мы начнем свою игру. Набирает, в принципе, Divinity геймплей. Кто играл, Divinity классный RPG. И в принципе, это очень напоминает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Во время диалогов постоянно появляется какая-то история про кубик. То есть, по сути, что бы мы ни делали, каждое абсолютно действие в диалоге, оно прокидывается кубиком, на что повлияет, в общем-то, типа, да или нет. И поэтому, я чувствую, будет достаточно так много таких историй. Смотрите, у нас есть, получается, вот вариант диалога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извлеки нас из-за этого тела, то есть, мы можем расследование, который зависит от нашей какой-то статистики, кинуть 1D20 кубик. Либо мы можем использовать свою силу, да, да, расколоть череп, либо ловкость. Мы, конечно же, ловкач, поэтому аккуратно извлекем. И нам обязательно нужно кинуть кубик. Вот этот кубик, проверка на ловкость, кстати, провалена. Значит, сейчас что-то пойдет не так. Внимание, спойлеры. В общем, при любом раскладе, вот эта вот история, скорее всего, будет подбешивать, подбешивать во время игры, потому что каждый диалог будет заставлять вас, заставлять вас, вот кликать вот этот кубик тысячу раз. Передвижение у нас есть внизу, получается, различные спрыг, спрятаться, есть прыжок. Оп, наверное, тоже зависит от ловкости. Действительно, управление прикольное. Мне нравится, что они смогли сделать из управления персонажем, в принципе, отдельную мини-игру. У нас есть способности, у нас есть бросить, у нас есть что-то еще, но появилось чудовище, которое говорит, что нам конец. Поэтому, ребят, придется внеситься, я чувствую, по-жёсткому. Вот, и так, у нас есть способности бросить, мы можем бросить предмет или существо. Мы можем вызвать эффект рывок, удвоить скорость перемещения на текущий ход, перезарядка, расход. А вот и пошел ход. То есть, это напоминает, вы застали врага в росток, это напоминает, в общем, что систему XCOM, систему Wasteland 3, то есть, скорее, Wasteland, да, потому что мы ходим, мы приближаемся к программе, начинается битва. В принципе, и Divinity как-то похоже двигалась, только там была телепортация в бой, если я не ошибаюсь, к минимуму в первых. Собственно, боевка. Давайте посмотрим боевку. Бой, поле боя не разбито на хексы, да, на квадратики или ещё на что-то. Оно полное. Это прикольно, это действительно напоминает настольные игры. Если кто играл в RPG настольные, там, Warhammer и прочие штуки, там ход персонажа заменялся линейкой, да, то есть, мы брали реальную линейку, ставили её и смотрели, так, окей, мой персонажик может пройти столько-то, кидали кубик и вот так вот ходили. И, собственно, это вот симуляция именно настольных игр. Сделано круто. Прикольно, что можно в целом посмотреть поле боя и, наверное, как-то думать, думать, как нам, докуда можно добраться. Атака с метра буквально, 90% шанса. Всё, в лыч на троечку мы ему нормально влепили. Дальше недостаточно ресурсов действия, но это нормально. И дорубаем, дорубаем, да. Боёвка? Вот на данный момент, конечно же, это шепучающая миссия, да. Но уже можно сделать выводы, что она на самом деле прикольная. То есть, мне она нравится, мне нравится, что здесь нету какой-то привязки к квадратикам и прочей штуки. Выглядит всё натурально. И действительно, приходится оценить поле боя. Нельзя сразу продумать что-то типа... Так, мне нужно 5 клеточек пройти сюда. И 5 пройти сюда. Мне нужно параметров. И я их тоже на глаз понять. Смогу я вот сюда... Опа! Как с пуди запрыгнуть или нет. Ну, то есть, у меня отлично всё получилось. И 95% шансов. Вот так вот, бэм, выч. Как бы готов. Всё, дальше этот ход пропускаем. И идём наваливать ему. Можно и лазить, в принципе. Вот так было и без прыжка. Кубик кританул. Что-то страшное с кубиком произошло. Но я говорю, кубик вас будет бесить по ходу всей игры. Ну, постоянно. После боя, естественно, залутать надо всех. То есть, в целом, победит битву. Вы занимаетесь привычными делами. Собираете лут. Переодеваетесь потом в новые шмотки по необходимости. Кстати, про шмотки. Давайте по своему персоналу. То есть, у нас имеются инвентарии. Как здесь мы видим, пати наше будет состоять из 4. персонажей. Вот. Мы можем собирать какие-то вещи, которые можно кинуть. Вот, как видим, шипастый клубень. Либо взять меч. И мечей, опять же, вам, если вы не разбираетесь в RPG, советую просто загуглить. Вот, RPG-кубики, как они работают. Что значит 1D8? Там весьма своеобразная, но простая система того, что это значит. Потому что, в принципе, это кубик с максимальным числом 8, если упростить. То есть, и так вы считаете свои шансы. И вот меч, у него два вида удержания. В одной руке, либо в двух. И в двух он будет бить 1D10. То есть, у него больше разброс будет. Он может ударить и сильнее на девятку, на десятку. Насколько я понимаю, здесь калькуляцию. Так и, ну, естественно, шансов у него больше разброса. Меню стат, классов и прочих всех историй. Весьма все просто понятно. Прилетел Антарас, если кто понял, о чем я. А если поняли, о чем, ставьте лайк и оставляйте комментик. Хе-хе-хе. Не знаю. Вот, честно, поиграв в Вейстланд 3 недавно, каждый бой выглядел как-то чопорно. То есть, вот именно боевка в Вейстланде, она классическая, конечно, икскомовская была, но она не заходила. Здесь боевка приятная. Она реально приятная. Критический промах! Критический промах! Вот это новое что-то. То есть, я понимаю, промах или критический промах. Критический удар. Ну, критический промах, это... Нам просто пытаются, знаете, сказать, что ты неудачник вдвойне. Ты мало того, чтобы просто атаку промазал, так ты промазал крита. Ну, не знаю, или о чем они хотели мне этим сказать, но они этим, на самом деле, меня расстраивают. В общем, прикольно. Боевка. Периодически нам будут мешать двигаться. То есть, надо даже думать, когда двигаться, потому что, если вы просто так будете жать, ваш персонаж может, передвигаясь, вот так вот зацепляться, и будут мешать нам. Будут длительные некоторые уводить в контратаке, это или как их правильно называть. Обязательно надо еще заезжать рывочек, чтобы добежать до конечной задачи. И я вам напомню, что вот эти приключения Бели Алиш, вы можете посмотреть полное прохождение, если видео набирает соточку лайков. Поэтому соточку лайков оставляем, и появляется прохождение в сроке этой игры. Похождение Бели Алиш против Антараса. Ну, а мы сейчас ответим на самый главный вопрос. Стоит ли играть в Baldur's Gate 3, и стоит ли она вообще своих денег? Если честно, вот как ответить на этот вопрос? Я считаю, очень просто. Если мы играли в игру, вот я уже на данный момент поиграл несколько часов, точнее, час, да? Час и чуть больше, потому что в редакторе персонажа состояло очень много. Если вы просили обучающую миссию, которая, в принципе, там была вводная, но при этом она вводила как бы в историю и все остальное. И если вы просто-напросто после этого можете ответить на вопрос, А что дальше? И отвечаете вы на него. Хочу еще, хочу исследовать мир, хочу рыться по бочкам. Деревянная бочка. Вон, взять все. То есть, хочу исследовать, хочу посмотреть, куда дальше приведет путь Бели Алиши. Куда она дальше попадет? То есть, вот в это страшное место, где куча каких-то дохлых персонажек, либо в какой-то классный город, да? В какие-то гробницы, подземелья. Я хочу электро-лук. Если вы реально вот в этот момент можете сказать, хочу еще, да, смотря на эту картинку, то да, реально стоит. И на самом деле, я скажу, да, действительно очень круто, атмосферно, супер прикольно, то есть, игруха явно стоит своих, так сказать, средств, потому что в сравнении, опять же, буду сравнить ее с Вейстланд 3, например, там над графикой тут прям не постарались, да? То есть, здесь нельзя сказать, что это супер-шедевр современный. Ну, это реально классно, посмотрите. Хорошая, насыщенная картинка, то есть, ну, я не вижу каких-то проблем, которые бы мне говорили, что не, чувак, на это неприятно смотреть несколько часов. Это, конечно, много расширенки, вот этих вот мозгов раскрученных, но при этом, при этом шикарно. Боевка мне понравилась, то есть, мне хочется посмотреть, мне хочется посмотреть, во что дальше превратится этот персонаж, какие у него появятся навыки, какое он соберет свое снаряжение, да, и кем он вообще по итогу станет, потому что мы будем кучу диалогов кидать постоянно на кубик. Вот, поэтому я, Тед, собственно, вам обязательно рекомендую игру Baldur's Gate 3. А также напоминаю, что не забывайте писать свое мнение по поводу этой игры в комментарии, и смотрите у меня обзоры, тоже на все новые игры выходят на обязательно, если это RPG или стратегия, тогда 100%, иногда еще на другие. Вот. Рад был с вами поделиться и посмотреть эту игру, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok